друзья всем привет сегодняшний влог я начинаю с городского стадиона водник как вы знаете эту зиму мы зимовали в россии ну а зима это такое время года которое в общем-то не располагает к длительным физическим занятиям на улице вообще какой-либо физической активности на улице а располагает наоборот нахождению в тепле дома смотреть телевизор и даже зимой у нас не очень много работы и так что есть работа она в основном сидяча в общем как только начались первые весенние теплые денечки и стало возможно выезжать на стадион походить позаниматься гимнастикой спортом я с удовольствием открыла спортивный сезон для себя в этом 2024 году и начала борьбу с лишними килограммами за здоровый образ жизни а в этом здании находится детская юношеская спортивная школа водник свое время когда мы еще жили в россии вовчик ходил сюда на секцию греко-римской борьбы года три ходил с 5 где-то до 8 лет участвовал в соревнованиях здесь торца зал бокса боксеры здесь занимаются а вот тут внизу с торца зал общей физической подготовки проще сказать здесь тренажерный зал для качков наверху вон там стадион с которого мы только что пришли где могут все желающие заниматься а вот здесь внизу стадион футбольный для футболистов с таким вот зелененьким покрытием находилась я от души и правда прошла я сегодня не очень много в районе четырех километров но однако с непривычки что-то под устало надо выдвигаться домой дома нас ждут великие дела сейчас за мной переедет константин вообще друзья вот именно вот такой вот ходьбы на стадионе на прохладном воздухе очень хватает на филиппинах конечно там у нас достаточно активный образ жизни плавание в море езда на велосипедах на байках постоянно какое-то движение но тем не менее я повторюсь вот именно вот такой вот ходьбы на прохладном воздухе очень-очень не хватает и мы очень поэтому там скучает ну а дальше друзья видео обязательно будет о филиппинах материалом для которого послужили ролики снятые очень давно которые просто пролежали в архиве сняты они еще в период пандемии когда мы только начинали вести этот канал в то время у нас не было ни опыта собственно говоря ни монтажа не съемки не было хорошей аппаратуры хорошей камеры поэтому какое вышло видео такое вышло попрошу отнестись к этому с пониманием а и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 А вон там, за моей спиной, непрерывные петушинные крики. Петухи, визитная карточка Филиппин. Очень мало мест на Филиппинах, где не слышно криков петухов. Собачка, я тебя не обижу. Очень много бродящих собак здесь. Как-то у нас в деревне, в Катмоне их не так много. Вот эти растения, это поросли мангровых лесов, которые растут прямо в воде. То есть они растут и в пресной воде, и в морской воде, когда прилив сюда заходит. А позже здесь вполне возможно будет чудесный мангровый лес. Мангровый лес это настоящая, богатейшая экосистема. Очень интересное явление, распространенное на Филиппинах. Вот так вот он зарождается. Мангровый лес. С таких вот маленьких росточков прямо в воде. А вот тут, с краю бухты, очень интересные такие домики на воде. На деревянных ножках и выше моря. Не пойму, то ли люди тут живут, то ли просто в беседках отдыхают. Но очень интересно. Вот здесь вот какая-то заводь непонятная. Я так полагаю, что при приливе сюда заходит вода с этого залива морского. Скорее всего вот здесь вот трубы какие-то лежат под дорогой. Для какой цели непонятно. Возможно, здесь планируют или планировали разводить или разводили какую-то рыбу. Да, мои предположения оказались верными. Вот и труба. Ой, а вон и рыбы плавают. Наверное, пришли с залива морского. И вон круги по воде плюхаются рыбки. Здесь есть рыбки. Я не знаю, для чего они здесь. Для красоты. Может быть, это просто такой городской пруд. Для любителей наблюдать за природой. Ну, что я скажу. В общем-то, очень интересная идея. Такой вот интересный бетонный выступ в море. Мы сюда заехали, как всегда, в поисках выхода к морю. И в поисках места, где можно бросить удочку. Бирс такой в море сделает. Для рыбаков, наверное, все как всегда играют. От живой рыбки ты и не отличишь. Да. Играют. Ага. Здорово. Так что рыбы нет. Если бы тут рыбка была, то, наверное, на эту красоту бы она клюнула. Раз не клюет. На эту красоту, раз не клюет, наверное, рыба не клюет. А может, обед, рыба спит. Сейчас ближе к вечеру. Крюк уже в вечер, вон солнце уже. Ну да, солнце высоко и жарко, собственно говоря. Вот он. Рыбка. Дальше. А что, хищника поймать? Мелкая-то плавает много, но она, похоже, не хищная. Похоже, тут мелкая рыба такая же, как вчера. Вот нам филиппинцы показывали. Ну, в принципе, если есть мелкая, может быть, и хищник забредет сюда. Море, океан надо съехать. Да, с ложки надо съехать. Это городской парк провинциального городка Кармен. Еще одно местечко, куда она вряд ли добредала нога туриста, даже в доковидные времена. Очень хорошая рыба, ребята. Да, спасибо. Очень хорошая. Спасибо. Только мы живем в Кармен. О, Кармен. Кармен, да, мы живем в Кармен. Это очень близко. Хороший место. Да. О, Кармен, да, мы живем в Кармен. Блинчики будем сегодня кушать. Вот такие вот. Это что такое берунки, но только гораздо больше размеров. Очень вкусные. Один лист стоит 20 кеса с овощами, а другой с бананом. Обалденная вещь. 20 кеса стоит. Это такой вот большой лист. Да. Да. Это такой вот маленький лист. Да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok